Гособвинение запросило для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии по делу о драках в центре Москвы. Сами футболисты признают свою вину лишь частично. Для Кокорина и Мамаева до полутора лет колонии общего режима. Футболистов, напомню, обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Оба спортсмена выступили с последним словом. Вот что сказал Павел Мамаев, а за ним Александр Кокорин. Мы, в моем мнении, в своем наказании уже были на протяжении 24 дней, 7 месяцев. И хотелось бы все-таки вернуться в большой спорт. Это будет возможно тем учетом, чем быстрее мы освободимся, тем это будет более возможно. Потому что нахождение в СИЗО с каждым днем как бы отдаляет нас от этой цели. Безусловно, это единственная работа, которую мы умеем делать, наверное, на профессиональном уровне. Поэтому хочется продолжить футбольную карьеру. Еще раз приношу всем обвинения потерпевшим в своей семье и вообще в зиму обществу. Я всегда спрашиваю, кто исправился. Что такое исправил? Если меня сейчас хочется сделать это так же, то нет, я мне этого не сделаю. Я как-то на среднем не сделал это так же. Раскаиваюсь. Да, раскаиваюсь. Я благодаря родным. Приносить извинения я уже приносил 4 раза. Чисто по-человечески, для протокола. Для чего-другого. Для себя, конечно. Я сделал два огромных вывода. Я 40 книжек прочитал всю жизнь, что-то не читал. Но только чего узнал, много интересного было. Если вы посмотрите, то, конечно, я считаю, это не наше место. Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. У гостиницы Пекин они напали на водителя Мерседеса Виталия Соловчука, избили его и повредили автомобиль, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит стулом директор департамента Минпромторга Ненис Пак. Молодых людей пытался успокоить гендиректор нами Сергей Гайсин, но он получил удар в лицо. Фигурантам были предъявлены обвинения по статьям побои и хулиганства. После результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение с побоев на статью «Умышленное подчинение легкого вреда здоровью». Итак, приговор для Кокорина и Мамаева огласят уже завтра. Обвинение просит год и шесть месяцев колонии для Александра Кокорина, чуть меньше год и пять месяцев для Павла Мамаева. Как восприняли такие возможные реальные сроки сами футболисты, об этом Александра Сидорова. В Пресненский суд Москвы футболисты приехали в приподнятом настроении. Кокорин в яркой желтой футболке радовался победе «Зенита» в чемпионате России. Подсудимые переговаривались друг с другом, поначалу улыбались, а вот прокурор Светлана Тарасова держалась демонстративно отстраненно. Выступала долго и очень эмоционально. Критиковала версию подсудимых о том, что их спровоцировали на конфликт. Иронизировала над доказательствами защиты. Назвала заключение экспертов-лингвистов «Филькиной грамотой», где много орфографических и пунктуационных ошибок. В конце 10-часового заседания дали последнее слово футболистам. Кокорин расплакался. Как он сказал, хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил. А вот его младший брат Кирилл, как выяснилось, читает много, благодаря СИЗО. Приносите извинения. Я уже приносил четыре раза. Чисто по-человечески, не для такого, не для чего-другого. Для себя, конечно, я сделал огромный вывод. Я 40 книжек прочитал в своем жизни, кто-то не читал. Конечно, я считаю, это не наше место. Мамаев выступил, как он сам выразился, коротко, без поэзии. Извинился перед потерпевшими и перед своей семьей. Она, по его словам, пострадала куда больше, чем он сам. Напомню, жена Мамаева Алана угрожала подать на развод после сцены с моделью, которая была в клубе вместе с футболистами. Вот что сказал Павел Мамаев. В Бутырке фигуранты пробыли более полугода. Считай, все 10 месяцев. В СИЗО день считается за полтора. Значит, защитники сразу могут просить об УДО. Если сначала на распоясавшихся футболистов обрушился народный гнев, то потом общественное мнение изменилось. Все стали за них заступаться. Кажется, полгода в изоляторе утолили жажду справедливости. Можно сказать, что для нашего общества процесс был полезен. Он показал, что в России, как и в Голливуде, можно судить любимцев публики. Закон равен для всех. Но в какой-то момент наша судебная система, как показалось многим, начала проявлять чрезмерную жестокость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...